Своя собственная заработная плата – это тоже, согласитесь, хорошее впечатление для школьников. Лагерь труда и отдыха при открытом акционерном обществе «Нерингреэнергоремонт» открылся в июне и дал 10 ребятам из 14-й школы, посёлка Серебряный Бор, возможность не только заработать, но и поработать. Их бригада под руководством Дмитрия Рябова, спортивного инструктора, ежедневно с 8 утра до полудня убирает территории, сгреплённые за предприятием, наводит порядок в зоне отдыха посёлка и на спортивных площадках. Труд посильный, а результаты его видимы. Это гордость за отлично выполненную работу для самих ребят, среди них, кстати, всего одна девочка, и приятная неожиданность для жителей Серебряного Бора. Системы поощрений в лагере нет, а наказания предусмотрены строго, но справедливо. Впрочем, воевать со своими подопечными бригадиру Дмитрию Рябову не приходится. Эти ребята не из трудных семей и не из комнат милиции. Более того, они все даже не курящие, так что перекуры, в прямом смысле этого слова, в работе отменяются. У нас в бригаде занимаются пацаны спортом. Многие занимаются баскетболом, лыжами, хоккеем. Обычно мы придём сюда на поле поиграть в баскетбол. Нас объединяет то, что любим заниматься спортом. Свои первые рабочие дни мальчишки и девчонка провели на базе открытого акционерного общества «Нерингре энергоремонт». Занимались уборкой территории. Начальник административно-хозяйственного отдела Елена Трахимович поставила своим помощникам твёрдую пятёрку. Затем бригада перешла к наведению порядка в родном посёлке. И здесь их работа тоже была сдана на отлично. Комиссия администрации «Серебряного бора» приняла её с первого раза. В первый июльский день ребята принялись за стадион, благоустроенный силами предприятий и ставший подобием молодёжного центра под открытым небом. Расширили баскетбольную площадку, навели порядок на футбольном поле. На следующий день здесь запланированы соревнования поселкового масштаба. Спортивная тематика этой бригаде близка, а не сами все спортсмены. Хоккеисты и баскетболисты, лыжники, боксёры. Сегодня убирают, завтра здесь же играют. Хотя зачем откладывать на завтра то, что можно сделать уже сегодня? У кого-то обеденный перерыв, у кого-то перекур, а у этих ребят мяч уже в кольце.